МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Народном телевидении Хибины. С вами Андрей Коев. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этой минуте. Жёсткий контроль. Не заставляйте нас всех применять к вам жёсткие меры ответственности. Жара отступила, но, несмотря на некоторое похолодание, в Мурманской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сколько стоит разжечь костёр в лесу и чем чреват такой отдых с огоньком на природе? Ответ через несколько минут. Решение проблемы. Если не вовремя это сделать, это точно так же и антисанитарная обстановка. В Кировске появляется сразу чёрная плесень. В Кировске стартовали фасадные работы на тех домах, где внимание к себе требуют межпанельные швы. За старелую проблему коммунальщики решают, используя новые технологии. Какие именно, расскажем и покажем сегодня в выпуске. Знай наших. В 10-м классе задалась целью, чтобы получить золотую медаль. В Апатитском дворце культуры чествовали выпускников городских школ. В списке 23 человека. Все они круглые отличники, подтвердившие знания результатами ЕГЭ. Какие планы у ребят теперь? Об этом и не только прямо сейчас в репортажах корреспондентов Народного телевидения. Жара отступила. Но, несмотря на некоторое похолодание, в Мурманской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он объявлен с 10 июня, действует до 18 июля. Но может быть продлен в зависимости от текущих метеоусловий. Более того, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе ужесточат контроль за соблюдением противопожарных правил. Особое внимание охраняемым природным территориям. С начала жаркого сезона в лесах Мурманской области зафиксировано уже 19 пожаров. Площадь возгораний составила 150 гектаров. Хотя это и меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но терять бдительность нельзя, подчеркнул губернатор. Эти пожары возникают не просто так. Практика показывает, что это незатушенный кастрюль. Большинство этих пожаров. Пожалуйста, не заставляйте нас всех применять к вам жесткие меры ответственности. Под жесткими мерами ответственности глава региона имеет в виду не только штрафы. Хотя и они значительно выросли. Теперь граждане, нарушившие противопожарный режим, заплатят от 40 до 50 тысяч рублей. Штраф для организации составит до 1 миллиона. Надо ли говорить, что подобное наказание предусмотрено в том случае, когда установлен факт просто разведения костра. Но если такие действия отдыхающих на природе привели к пожарам и, соответственно, последствиям, наказание будет куда более суровое. В Кировске полным ходом идут сезонные работы по ликвидации борщевика. Сегодня сотрудники Центра материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города провели работы вдоль дома номер 21 на улице Олимпийской и в районе Лабораторной. Всего с начала сезона от опасного сорняка освободили 15 тысяч квадратных метров городских территорий. И работы продолжаются. Главное, как говорят специалисты, успеть, пока борщевик не зацвел. О масштабах проблемы подробно Юлия Аверина. После жарких солнечных дней борщевик проявил себя во всей красе. Сегодня в Кировске его можно увидеть не только на пустырях, но и во дворах жилых домов. Борьбу с опасным сорняком ведут по всему фронту. Сейчас бригада рабочих врубает его лопатами на улице Лабораторной. Если стебель толстый, то сложно его срубить. А пока он только вырос, легко. В принципе, физически сложная работа, поэтому мы не слабые здесь. В Кировске, да и по всей стране, борьба с борщевиком ведется не первый год. Его выкашивают, вырубают, выкапывают с корнем. Но с новым сезоном он появляется вновь, завоевывая все больше территорий. Проблема серьезная на самом деле, потому что площадь уже прорастания очень большая. Сильные морозы ему не помеха. И вот как сейчас, допустим, погода, летом довольно жарко. И периодически, если малый дождь идет, для них это идеальные условия. Надо все-таки какими-то химическими препаратами бороться. По-другому, ну никак. У него очень сильно развита корневая система. И никуда не деться. Родина борщевика – Кавказ. Среднюю полосу России его завезли специально в 50-е годы. Тогда решали вопрос, как поднять сельское хозяйство после войны. Посчитали, что именно это растение хорошо подходит в качестве кормовой базы для животных. Борщевик может вырасти в высоту до 3 метров и даже больше. У него толстые стебли и огромные листья. Конечно же, он стал отличным вариантом для заготовления силоса. Тем более, как оказалось, животные с удовольствием его едят. И только спустя время выяснилось, что это опасный сорняк. Неприхотливый хорошо растет, быстро размножается. Для человека борщевик опасен. Его сок, повышая чувствительность кожи и на ярком солнце, может вызвать ожоги. Сегодня на борьбе с сорняком задействованы более 20 рабочих Центра материально-технического обеспечения Кировска. Ежедневно они очищают от 200 до 600 квадратных метров территорий. Убирают не только по определенному графику, но и по обращениям самих жителей. А в Апатитах в этом году к борьбе с борщевиком Сосновского подходят по-новому. Оплачивать покосы будут по факту. Из городского бюджета на эти цели заложено 800 тысяч рублей. Контракт с мурманским подрядчиком заключили еще в апреле. Среди приоритетных в управлении городского хозяйства называют все, без исключения, общественные пространства. Тема борьбы с борщевиком стала центральной и в новом выпуске программы нашего коллеги, журналиста Антона Рассказова. Давайте разберемся. Двор Ленина-19. На придомовой территории что-то похоже на детскую площадку. Старые, ржавые, но игровые элементы. Но для того, чтобы пройти на эту площадку, нужно преодолеть настоящие борщи-джунгли, которые очень скоро станут выше человеческого роста. Как в городе Апатиты в этом году подходят к борьбе с сорняком борщевик Сосновского. Давайте разберемся. Двор Ленина-19. Старые качели, рукохоты, лесенка, из основания которой дерзко прорастает опасный сорняк. Эта полянка со старыми элементами почти со всех сторон окружена буквально стеной борщевика. Чтобы на нее попасть, нужно преодолеть зеленую преграду. И пока что борщевик высотой около полутора метров. Но на архивных кадрах видно, что в этом дворе он может вырасти до двух-трех метров высоту. Апатичане, проживающие в доме Ленина-19, говорят, что сорняк вытеснил все другие растения с придомовой территории. Там четыре вида цветов росло. Иван-чай, лютики, белые цветочки. То есть было красиво. Сейчас это просто зеленая вот поляна. Борщевик же растет, становится высоким. И он все цветы выживает. И цветов скоро у нас не будет. У нас борщевик. Кроме придомовых территорий, администрация города ежегодно заключает контракт на покос городских территорий. Сорняк скашивают на всех остальных улицах. Особое внимание к зеленым зонам около жилых домов. Это вся уличная дорожная сеть. Это парки, это скверы, это район детских площадок. Это территории, точнее земельные участки, которые свободны от прав третьих лиц. Тоже мы их косим. Покосы у нас стандартно порядка трех раз за лето. Это ранее у нас было предусмотрено, в том числе и контрактами. А сейчас мы пошли по мере произрастания. То есть неважно, мы не придерживаемся количества. Три раза вот там на улице Жемчужной вернемся к ней. А как только возрастает, он как только произрастает, мы видим это и начинаем косить. Может быть на одной территории мы будем доходить до пяти раз, до шести раз. Северное лето. Короткая. Погода непредсказуемая. А для управляющих компаний это самая жаркая пора. Помимо решения текущих задач, таких как покос травы и уборка мусора, коммунальщики занимаются ремонтными работами. Сейчас, например, пока позволяет погода, Кировская горэлектросеть акцентировала внимание на межпанельных швах. Важно заметить, проблему, свойственную для возрастных многоквартирных домов, в этом году коммунальщики решают, используя новые для нашего города технологии. О современных подходах в решении застарелых проблем подробно Мария Савохина. Подрядная организация выполняет ремонт межпанельных швов в домах управляющей компании Кировская горэлектросеть. Работами охвачены проблемные объекты, от жильцов которых ранее поступали заявки. Всего в списке 29 адресов. Обновить нужно более 2000 погонных метров швов. Если не вовремя это сделать, это точно так же и антисанитарная обстановка. В квартире появляется сразу же черная плесень, что очень сильно влияет на состояние здоровья как взрослых, так и детей. Сейчас строительные альпинисты завершают ремонт на Олимпийской 24. На каждый дом уходит около четырех дней. Время зависит от объемов работы. Технология, по которой работают специалисты, называется теплый шов. Сначала ребята, когда вскрываются, они осматривают плиты на предмет дефектовки. Получается, смотрим, плита в каком состоянии внутри шва. То есть, получается, может быть, цементно разрушилась плита. То есть, восстановительная цементная работа. Смотрим на дефект плиты. Если все хорошо, то мы, получается, выполняем работу по герметизации. Методика трехкомпонентная. Старый шов полностью переупаковывают. То есть, вскрывают, удаляют старый утеплитель. Герметизируют полость монтажной пены, в которую закладывают шнур-утеплитель из вспененного полиэтилена. На заключительном этапе все герметизируют. В этом году в Кировске при ремонте впервые используют капельники, которые вставляют между панелями. Технология уже прекрасно зарекомендовала себя в Архангельской области и Республике Карелия. Смысл какой? Вот у нас две плиты, да? Шов, который ребята изолируют. И вот он сам, капельничек, он вот таким образом заводится под верхнюю плиту, под верхнюю плиту, за счет чего влага не попадает меж плитами, не стекает за плитами вниз. А он ставится под углом, и оно все стекает вниз. Специалисты управляющей компании контролируют работы на каждом этапе. Строители дают гарантию два года. Как только ремонты завершат, в Кировской гор-электросети приступят к обновлению квартиры подъездов, которые пострадали из-за протечек. С 1 июля этого года вступил в силу новый закон об аттестации для экскурсоводов. Без нее работать в сфере индустрии и гостеприимства отныне нельзя. В Кировске специальное обучение начали проводить с прошлого года. В первом выпуске было 15 человек. Семеро из них получили аккредитацию. Сегодня дипломы вручили выпускникам уже 2022 года. С теми, кто готов открыть для жителей и гостей удивительные уголки нашего края, познакомились Мария Савохина и Евгений Владимиров. В этом году к обучению в школе гида природного туризма приступили 30 человек. Среди них жители нашего города, которые любят походы и горы, специалисты заповедников и полярно-альпийского ботанического сада. Сначала теория в онлайн-формате, а затем и практика. Получил очень много полезной информации о проведении экскурсии, по деятельности гида-экскурсовода. Более того, информацию получил настолько много, что всю ее еще предстоит осмыслить. Благо, доступ к курсу остается в моем распоряжении еще после курса. Слушатели курса познакомились и отработали на практике правила поведения в горах, действия в экстремальных ситуациях, освоили азы психологии. Кроме того, теперь они знают все аспекты работы с группой. Готовы? Волшебно? Волшебно. Две недели будущие гиды ходили в горы, разрабатывали маршруты. Завершение обучения – последнее испытание. Экзамены у нас происходили по одному из маршрутов в Хибинах, по экологической тропе. У каждого была своя точка показа. И также с чрезвычайными ситуациями мы должны были рассказать, справиться с чрезвычайной ситуацией, рассказать и показать все так, чтобы заинтересовать группу. Дипломы государственного образца школы гидов природного туризма получили 17 человек. Теперь можно в прямом смысле, хоть на все четыре стороны. Мы сейчас выпускаем школу гидов, но дальше у нас идет этап еще аттестации в Комитете по туризму Мурманской области. Они получат значки, они могут уже действительно беспрепятственно проводить экскурсии, заниматься. Но им главное сейчас, кто еще не оформил, оформить самозанятость, либо там ИП, либо они пойдут дальше работать с туроператорами. То есть здесь вот у них дорога уже открыта. Среди выпускников есть те, кто готов работать и с иностранными туристами. Направления и целевая аудитория самые разные. Геология, промышленный туризм, ботаника, эрнитология и многое другое. Объединяет же их любовь к природе, туризму и желание передать свои знания другим. Аналитики агентства РИА Новости представили рейтинг регионов России по качеству дорог. Какое место в нем занимает Мурманская область? Об этом и не только. Далее в коротком обзоре новостей. А после дайджеста расскажем о выпускниках, которыми гордятся не только родители, но и педагоги, школа, город и весь регион. Больше подробностей через пару минут. Аналитики агентства РИА Новости оценили качество асфальтового полотна и в целом его наличие в разных регионах страны. В представленном рейтинге Мурманская область расположилась на 37 месте. Доля отвечающих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения в Заполярье составляет чуть более 51%. Замыкают список наши соседи – Архангельская область. Там нормативам соответствует всего около 10% дорог. А лучше всего ситуация в Москве. Ключевой показатель здесь равен 97,5%. Жительница Мурманской области на конкурсе красоты в Сеуле завоевала титул «Миссис Вселенная». Ранее мы рассказывали о том, что Татьяна Ларионова из-за Озерска отправится в столицу Южной Кореи и представляет Россию на престижном международном конкурсе. И вот стали известны результаты. Северянка удостоена награды «Миссис Вселенная» в номинации «Woman, Mrs. Universe, Exquisite», что можно перевести как «Изысканная женщина». Добавим, Татьяна является обладательницей гран-при конкурса «Миссис Великая Русь 2021». Она супруга моряка-подводника, мама двух сыновей, работает парикмахером-универсалом и является председателем Женсовета подводных сил Северного флота гарнизона «Заозерск». 8 июля в России впервые на официальном уровне будет отмечаться День семьи, любви и верности. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал, напомним, 28 июня. В Мурманской области семьи, которые состоят в браке не менее 25 лет, получат в честь праздника медали за любовь и верность. Такой наградой на сегодняшний день в регионе отмечена 541 семейная пара. Есть в Заполярье и другая традиция. Парам, отметившим 50 и 55-летний юбилей, выплачивается 10 тысяч рублей. Тем, кто верен друг другу 60 и 65 лет – 15 тысяч. А супругам, которые отпраздновали благодатную и коронную свадьбу, полагается 20 тысяч рублей. В Апатитском дворце культуры торжественно вручили медали выпускникам городских школ. 11 лет учебы завершились максимально успешно для 23 ребят. Все они – круглые отличники, подтвердившие знания результатами ЕГЭ. Какие планы у ребят теперь на пороге нового этапа студенческой жизни, знает моя коллега Юлия Астахова. Я вас искренне поздравляю с вашим первым значимым жизненным успехом. Медалистов напутствовали глава администрации Николай Бова и заместитель главы города Елена Ахтулова. Они же вручили ребятам заветные знаки отличия – за особые успехи в учении. А еще эти ребята – победители и призеры интеллектуальных состязаний разного уровня, от муниципального до международного. А также музыканты, спортсмены, волонтеры. Александра – творческая и талантливая личность. Играет на гитаре, много читает. Занимается спортом. Член школьной команды по волейболу. Волонтер школьного проекта «От сердца к сердцу». Выступает организатором занятий с детьми-инвалидами. 11 лет учебы позади уже и впереди только много новых открытий и получение новых знаний. Получать новые знания Александра Умарова решила в Заполярье. Ее выбор – Мурманский технологический колледж сервиса. Еще двое отличников тоже не планируют уезжать за пределы региона. Ребята намерены пополнить ряды студентов филиала «Магу» в Апатитах. Чему несказанно рады директор вуза Ольга Островская. Талантливый человек, талантлив во всем. Они в проектной деятельности, в исследовательской, в учебной. А вы посмотрели, как они выглядели? Все подтянутые, красивые, нарядные, ухоженные. Как говорится, в человеке все должно быть прекрасно. И эти девушки тому подтверждение. И умны, и хороши собой. А главное, знают, чего хотят от жизни. До девятого класса училась на четверке, пятерке. И в десятом классе задалась целью, чтобы получить золотую медаль. Хотелось красный аттестат. Аттестат не был моей основной целью. Я занималась также в дополнительных кружках и ввела научно-исследовательскую деятельность. Мне было важно получать дипломы и какие-то дополнительные бонусы для поступления уже в вуз. Такие разные и одинаково успешные. Одни мечтают покорить эстраду, другие стать врачом или биотехнологом. Главное, у них есть вполне определенная цель. А теперь еще и медаль. Приятный бонус на пути к ее достижению. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомит Екатерина Титла. А наш выпуск на этом завершен. Больше новостей вы найдете в ленте нашего телеграм-канала НТВХ1. Подписывайтесь и будьте в курсе. Я же с вами прощаюсь. Отличного настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин